Всем привет! Сегодня мы поговорим о очень спорном, но красивом телефоне Xiaomi Mi A3. Потенциально этот телефон мог стать абсолютно бестселлером, но этого не случилось. Почему? Все очень просто. Первое, это качество экрана, и второе, отсутствие NFC. И на самом деле долго говорить про этот телефон абсолютно не хочется, так как он предназначен для очень узкого круга людей, которые любят чистый Android. Да, я являюсь одним из тех людей, которые все еще любят чистый Android. Однако даже я уже могу признать, что большинство оболочек не только перестали лагать и стали суперфункциональными. Но и то, что чистому Android порой не хватает очень многих функций, которые есть у большинства современных смартфонов. Но и спорить с тем, что Android в представлении Google, очень сильно уступая под своим фичам, большинству современных оболочек тоже бессмысленно. С дизайном модель очень повезло. У нее красивейшая крышка и неплохой, на первый взгляд, чехол. Однако только на первый взгляд, так как он не прикрывает камеру до конца. Также у телефона есть 3,5 мм джек, а чехол зачем-то защищает USB-C порт. И первое же включение сразу же выдает тип экрана и его разрешение. По углам, по периметру видны лесенки из пикселей. И, к сожалению, то же самое мы видим и в системе на светлых участках. В одном из своих предыдущих обзоров я тестировал сканер отпечатков пальцев на Mi 9T с уже наклеенным стеклом. В этот раз я исправляюсь и сначала оттестировал сканер без стекла. Работает он без замечаний, достаточно быстро. И следом я наклеил стекло от фирмы LuxCase. Не очень-то дорогое, которое есть практически везде. Уже при настройке я столкнулся с некоторыми неточностями работы сканера. Однако на деле скорость его работы практически не изменилась. А точность, если упала, то буквально на 5-10%. Как вы уже поняли, экран достался телефону не слишком хороший. Это касается и его минимальной яркости, которая слишком высока, и его максимальной, которой наоборот не хватает. Вообще, этот экран меня вернул в старый добрый 2012 год, когда я был владельцем моторовой Razer Eye. Пользуясь этим телефоном достаточно продолжительное время, а это более двух недель, я обнаружил забавный глюк. При включении ночного режима сканер отпечатков почему-то перестает нормально работать. И может фейлить практически все попытки разблокировать устройство. Да, это случается не всегда. Однако, если вручную отключить ночной режим, то разблокировка происходит мгновенно и без проблем. Очень непонятно, с чем связан этот баг, но, мягко говоря, неприятный и заставляет отказаться от ночного режима. Очень жаль. Но давайте перейдем к плюсам. Аппарату достался новый процессор 665 дракон, который является улучшенной версией старого доброго 660. И за счет низкого разрешения он действительно быстрый. Я бы даже сказал так. Он фактически ровнее Mi 9T на 730. Однако, последний воспринимается чуть-чуть быстрее, из-за более коротких анимаций в системе MIUI. А графики троттлинга позволяют надеяться, что в играх телефон также не подведет. Опять же, не в последнюю очередь благодаря низкому разрешению. Однако, из-за низкого качества экрана, мне не захотелось играть на этом устройстве. И скрывать не буду, но мне было очень приятно попользоваться ванильной версией андроида. То есть, без всяких надстроек. После той же MIUI или Flyme, или любой другой оболочки. Плавные, красивые анимации, которые не кажутся надуманными, создают ощущение цельного и приятного интерфейса. И несмотря на все минусы на поле беспроводных возможностей, у аппарата все отлично. Он и имеет поддержку Bluetooth APTX и Wi-Fi 5 Гц, поэтому хоть тут ущербным он себя не ощущает. Да и в целом, качество звука достаточно неплохое, и стандартный эквалайзер отлично работает. Самый-самый главный плюс у этого смартфона, это, конечно, автономность. Это первый смартфон, который побывал у меня на руках и мог выдать до 8 часов экрана в день. Но первую неделю, как минимум, он выдавал у меня до двух суток работы. Просто потому, что экран мне настолько не понравился, что мне не хотел использовать смартфон, и в день экран у меня горел не более трех часов. Нельзя и забыть про то, что лоточек поддерживает microSD, объемом аж до 256 гигабайт. Конечно, вместо нее можно ставить и вторую симку. И забавная особенность, лоточек имеет резиновый уплотнитель. Зачем, непонятно. Про камеру мне сказать особо нечего, так как нормального порта Gcam все еще нет, а стандартная камера, если честно, разочаровала меня по качеству. А широкоугольная камера не имеет автофокуса, и может выдавать сносный результат только при хорошем освещении. Несмотря на то, что аппарат относится к клинике Android One, он до сих пор не получил 10 Android, а на дворе тем временем уже октябрь 2019 года. Что мы получаем в итоге и кому можно порекомендовать данный телефон? Первый, это, конечно, люди, которые до сих пор ненавидят всевозможные оболочки. И, на мой взгляд, это идеальный второй телефон. Ведь его можно использовать как флешку, у него есть microSD, у него отличная автономность, и за счет того, что здесь нет никакой сторонней оболочки, вы будете застрахованы от лишних багов. И, откровенно говоря, красная цена этому телефону около 10 тысяч рублей, не более. А ведь мог бы получиться идеальный Nexus, если бы вставили нормальный экран и NFC. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, всем пока!